Здравия всем дорогие друзья! В данном ролике мы поговорим о том, что же такое язычество на самом деле. Прежде всего хотелось бы уточнить, что данная статья взята мной из интернета и является исключительно мнением автора. Я ни в коем случае не хочу оскорбить чувства верующих. Имейте это в виду. Итак, поехали! На самом деле, знакомясь с языческой философией, многие могут немало удивиться, когда узнают, что такое язычество на самом деле. Ибо у большинства граждан, лишь вскользь знакомых с этой философией под термином язычество, ассоциируется как минимум не совсем то. В современном обществе ныне превалирует среднестадное представление, кто такие язычники и что они делают. Они, первое, поклоняются деревянным столбам, второе, устраивают оргии, третье, приносят жертвы. Ну а то как же? Именно этим они постоянно занимаются. Только про кровь христианских младенцев еще можно добавить. Ее язычники в обязательном порядке каждый день пьют. Собственно, наиболее точную цену информации о язычестве можно получить, узнав о язычестве непосредственно от представителя этой философии. Действительно, кто как лучше расскажет о своей вере лучше, чем ее образованный представитель, и кто как не философ-язычник представит современное язычество так, как оно есть. Язычество – это поэзия. Языческая философия – способ поэтического взгляда на мир. Язычество – это жизнелюбие, миролюбие прежде всего. Мир сей лежит не во зле, как учат некоторые, а в переплетении двух условных начал, которые антропоцентрично рассуждающее человечество предпочитает называть добро и зло. Таким образом, равноценным заявлением было бы утверждение, что мир сей лежит в добре. Ну что же, наш мир вполне прекрасен, красочен и разноцветен. Соответственно, можно сказать и так, что мир лежит в добре. Собственно, для тех, кто не смотрит на мир сквозь черно-белые очки, мир и есть таков. Таково созерцание, таковая философия. И все ощутимое, реальное, плотское, земное, живое – вот вполне достойные объекты любви. Здесь и сейчас. Это все многие язычники любят больше, чем горнее и больше, чем богов. Ведь богов в язычестве любить или даже просто уважать совсем не обязывает. Это можно, но не обязательно. Любовь и уважение надо заслужить. А потому требовать возникновения этих чувств у кого-либо попросту бессмысленно. Богов язычники славят, они молятся им. И уже тем более не поклоняются. И если кто-то заявляет, что он поклоняется богам, то это, скорее всего, не язычник, либо язычник с очень средним уровнем интеллекта. Боги в язычестве – родноверие, традиционализме, друзья, родственники, они господа-господин. Партнеры – они хозяева-хозяин или хозяева-хозяин судьбы. И никогда прославление богов на коленях не происходит. Собственные язычники при обращении к богам вообще не встают на колени. Некоторые даже предпочитают клятву такую себе дать. И тяжело давящей на психику храмовой атрибутики в язычестве нет. Ибо природа сама по себе храм. Капища устраиваются, как правило, в лесу или на полянах, внутри леса. На капищах ставится статуя, чаще всего, сварога, Дида Божия или Велеса, бога мудрости и богатства. Либо реже – статуи других богов. Но бывает и просто стелу с изображением солнца. В язычестве так называемый священный символизм и атрибуты культа достаточно аскетичны. В противовес однозначному непринятию аскетизма в жизни и по жизни. У монотеистов все как раз наоборот. Напыщенная дорогостоящая атрибутика, естественно, на деньги прихожан приобретенная. И проповедь аскетизма в жизни. Скорбите, смиряйтесь, подчиняйтесь. А денежки, сэкономленные смирящимся прихожанами, идут жрецам, ну, жирным котам на сметану. В язычестве отсутствует понятие ереси. Здесь нет никаких однозначных заповедей, канонов и догм. Каждый волен сам устанавливать их для себя и вновь отменять, если они не актуальны. И потому, в отличие от монотеистических концепций, в язычестве нет такой богооткровенной чехарды. И сект, великих гуру, претендующих на истину, в последней инстанции. Нет ни единого культа, ни единых обрядов, ни строгих, заоблачно возвышенных предписаний и писаний. Конкретно, обряд – это не некая цель, а средство войти в требуемое состояние сознания. В самом своем принципе обряды не нужны, если разумное существо настолько контролирует свою психику, что может войти в какое-либо конкретное состояние сознания одной только силой мысли, самонастройкой. В таком случае, всякие телодвижения и прочие амулеты не нужны. Язычество – это комплекс мировоззрения, образа жизни, системы мифов и, прежде всего, дух, присущий в древние времена, пращурам каждого народа. Язычество – многобожие, политеизм. Богов много, и каждый язычник выбирает их себе столько, сколько хочет. И если боги с течением времени перестают его устраивать, он может расторгнуть с ними контракт и выбрать новых богов. Разные боги со своими уникальными характерами не есть одно и то же, но различные их художественные образы являются множественными вариациями единого изначального бога. В славянской мифологической системе это род. Также боги – это одновременно и родители, родственники. И их тоже можно выбирать и менять. Ничего удивительного нет в таком разночтении. Во-первых, поскольку так называемая божественная сфера достаточно аллегорично и, следовательно, не настолько однозначно, чтобы можно было принять за эталон какое-либо одно из решений. А во-вторых, потому что каждый отдельный язычник вправе сам выбирать все, в том числе и решать, кем в первую очередь и в конкретный момент для него будут являться боги – друзьями или родственниками, или же даже соперниками, врагами, кем также иногда становятся друзья и родственники. Бог не может покинуть, поскольку он не один, их много, и поэтому всегда есть надежда на помощь со стороны богов. Не нравится бог, не верь в него, выбери другого. Если рассмотреть в этом контексте кровно-родственный аспект, то и родственников, как и богов у человека, также может быть хоть пруд пруди, даже море седьмой воды на киселе. С родственниками также можно и ссориться, и мириться, и посылать их куда подальше, и призывать в помощь, и уважать их, и не уважать, по собственному усмотрению, исходя из целесообразности. К тому же цели могут меняться. То, что вчера представлялось желательным, завтра может стать нежелательным. Так что тем более, такое отношение к богам вполне оправдано. Мы им обязаны, должны ровно столько, сколько они нам. Каждый язычник вправе выбирать, хочет ли он быть обязанным кому-либо. Если ему нравится быть обязанным, если какая-либо обязанность доставляет ему удовольствие, то он поступает соответственно ей. Если же язычнику не нравится какая-либо обязанность, то он как вправе поступить соответственно этой ненравящейся ему обязанности, вопреки собственному нежеланию. Так вправе и не поступать, при этом нисколько не мучаясь внутренним конфликтом. Собственно, любая мотивация иррациональна, и все в конце концов сводится к банальному нравится-не нравится. В любом из этих случаев язычник всегда осознает последствия своих действий или бездействий, принимая решения, исходя из представляемой, чувствуемой или индивидуальной целесообразности. Язычество как бы подобно конструктору, где из разных частей можно собрать для себя какую угодно религию по собственному усмотрению. Это религия индивидуального спроса и индивидуального пользования. Можно сформулировать это так – сотвори, создавай, сделай себе храм сам для себя, ну и, конечно, для того, кто хочет с тобой вместе что-то общее строить. Язычество – это жизнерадостное, оптимистическое мировоззрение. Нет ни обязательных постов, ни воздержаний, ни жестких предписаний. Оно зовет не страдать, смиряться и ограничиваться, а наслаждаться, действовать и развиваться. Язычество не принуждает и не страшит. Оно комфортабельно, как индивидуальные апартаменты. Оно ласково и жизнелюбиво. Оно зовет жить здесь и сейчас. Другого места и времени нет. Славься мир сей. В другом мире другие правила и законы. Вот когда окажемся в другом мире, тогда и будем жить по правилам того мира. Но здесь, сейчас, пока никто в точности не знает, а что же там, какой смысл огород-то городить. Жить будем или будем думать, как там жить? На месте разберемся. Такое понимание наиболее приближено к существующим в мире всем пониманием, видимым и ощутимым. Правилам. В современных категориях язычество можно условно характеризовать как личная религия. Хотя на самом деле язычество – это не религия, а мировоззрение и философия искусства. Это будет максимально точно. Ибо что такое религия? Конечно же, по большему счету, религия – это сделка. Выполняешь свод правил и получаешь с полки пирожок. Итак, что входит в понятие религия? Что включает в себя этот термин? Религия равно догма. Плюс поклонение, плюс церемониал, плюс запрет. Шутить над перечисленным. В язычестве нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого. Даже если рассматривать церемониал, то и его как такового также не существует, ибо в язычестве нигде нет не только обязательных для всех предписаний, а даже просто неких единых предписаний. Политеизм многобожие и нет ничего моно. Все выбирается только индивидуально, каждым язычникам отдельно. Конечно, в поздние предмонатеистические времена кое-где были такие извращения с предписанием, как и что надо делать. Но сегодня в современном язычестве это занафталиненное старье нигде не используется. И, пожалуй, самое ценное отличие языческой философии от всех религий не запрета, напротив. Поощрение чувства юмора в божественных вопросах. Поощрение способности шутить и смеяться над своими богами, над собственной обрядовостью и прочей атрибутикой. Языческие праздники сопровождаются веселыми играми, танцами, песнями, застольями, где богов не только благодарят и славят, но и юморно подкалывают. Или прогоняют, как, например, зиму-марену при встрече весны. Ведь боги наши друзья или же родственники. Потому и отношение соответствующее. С языческой точки зрения к богам именно так и надо относиться, чтобы не зазнавались. А относиться ко всему божественному серьезно как раз вот это уже и есть патология. Ведь, собственно, серьезность – это способ сделать простые вещи сложными. Так зачем усложнять, скажите на милость? Ведь жизнь не так проста, как она кажется. А еще проще. Кстати, подумайте над этим. Насколько это важно – уметь смеяться над собой и своими святынями. Цель у всех религий, в принципе, одна – заставить подчиняться тем или иным правилам. Кое-какие из этих правил разумные, выработанные здравым смыслом, а не данные свыше. Но такие и так соблюдают все граждане, поскольку это попросту выгодно для успешного функционирования в социуме. Но в большинстве своем любая религия заставляет существо подчиниться глупым и абсолютно ненужным правилам. Религия выполняет роль некоего сдерживающего фактора, потому что не у всех граждан хватает разума поступать правильно. Религия, как свод моральных норм, существует для того, чтобы те, кто не умеет мыслить самостоятельно, приносили меньше вреда. Как сказка нужна каждому ребенку, так и религия нужна ребяческому сознанию человечества. Человечество инфантильно, без доброго Деда Мороза, приносящего подарки за хорошее поведение, и злой баба-яги, могущей утащить в темный лес за плохое поведение. Оно не может обходиться. Но религия не нужна тем индивидуалам, которые мыслят самостоятельно, у которых свои ценности и своя точка зрения. Им могут быть интересны поэзия, музыка, философия. Иным словом, все то, что есть искусство, которое является исключительно свойством разумных существ, и которое как раз и обладает способностью преодолевать запреты и ломать правила. Язычество – это солнечное, отдающее человеку для человека сила, как бы вектор извне, в отличие от монотеистического лунного вектора из во. Сори, конечно, это все в рамках примитивного дуализма, но иначе тему сию все равно не раскрыть. Конечно, дуализм сам по себе во многих случаях бывает обратен. И потому чистый дуализм в принципе невозможен. Но все-таки в основном здесь дуализм присутствует в определенной степени. Можно также сказать, что суть язычества в свободе от внешних ограничений, в стремлении к цельной жизни, настоящее освобождение, причем при этой жизни, приносит только та религия-философия, которая обходится без догматических оков. Ибо догмы, противоречащие человеческому естеству, превращаются в кандалы. Поклонение богам в язычестве отсутствует. Поклонение всегда включает в себя элементы, принижение себя перед объектом поклонения и испуганное, либо восторженное восхваление его в какой-либо форме. Поклонение также всегда включает явный приоритет, цели объекта, поклонение перед личным. Поклонение – это тенденция отказаться от независимости своей личности, слить свое «я» с кем-нибудь и чем-нибудь внешним, чтобы таким образом обрести силу, недостающую индивиду. Разумная и самостоятельная личность во всем этом не нуждается. Боги не хозяева, а друзья, партнеры, родители, родственники – они самостоятельные личности, со всеми вытекающими. Разве родителям, друзьям поклоняются? Язычники предпочитают богов славить, чтить, но не поклоняться. Однако здесь следует заметить, что славление богов может принимать самые различные формы от вульгарного восхваления их могущества и признания своего подчинения перед ними, что как раз весьма близко граничит с поклонением. До простого и скромного упоминания богов как своих славных предков, которые с точки зрения язычника достойны уважения и доброй памяти, и на которых можно равняться в стремлении самосовершенствоваться. Впрочем, многие язычники даже не славят богов, незачем, а поддерживают с ними взаимовыгодные отношения, плюс магически работают с ними. Воспринимают их как родственников, как друзей, как безликие силы природы. Либо иногда комбинированно некоторых богов, бывает даже и как врагов воспринимают. Поскольку, например, лично кому-либо конкретные боги приносят больше вреда, чем пользы. Язычник выбирает богов для себя, а не боги выбирают язычника для самих себя. Здесь различия с монотеистическими религиями значительнейшее. В монорелигиях бог использует и имеет человека, всенародный имелец, так сказать. А в язычестве человек использует и имеет богов. Собственно, так же, как и в жизни, либо вы идете по ней сами, либо вас по ней тащат. Хотя, с другой стороны, если ты всматриваешься в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. Как таковые боги любые, и это антропоцентристское понимание сил Вселенной. Для удобства, изображаемые в качестве личностей, в сознании, образы с уникальными характерами, или наяву изображения статуи. С другой стороны, понимание природных сил как личностей, нарекания, их именами, изучение их свойств и порядка взаимодействия. Это искусство, поэзия, музыка. Умные язычники все это понимают, аллегорически, и не испытывают некого священного трепета, перед образами богов, возникающих в сознании, при инвальтации к соответствующим эгрегорам, или перед образами богов, существующими наяву, изображения статуи, равно, как не испытывают подобных же чувств и перед священными текстами, не говоря уже о том, что они преклоняют голову и не нагибают спину перед статуями и прочими изображениями богов. А зачем? То есть, для себя лично, каждый язычник строит свою личную языческую концепцию, ибо язычество – это конструктор, из которого можно собрать самые разные конструкции по собственному усмотрению. Таковое строительство, говорит каждый язычник, идет исходя из тех источников, какие я считаю приемлемыми и достоверными. Возможно, я ошибаюсь, но главное, я не стою на месте. Это и хорошо, что каждый волен представлять себе картину в соответствии со своим собственным вкусом. Каждый сам себе искусствовед. В язычестве нет некой генеральной линии партии, отклонение от которой является некой ересью. В монотеизмах же такое никогда и нигде не приветствовалось. Там все наоборот. Все представители всех монорелигий утверждают свою наиболее исконность и первоизначальность. Например, всехтианские конфессии кичатся тем, что, дескать, именно они самые-самые истинные. Ибо более всех остальных соответствует духу истинного первоначального христианства, то есть ближе всего к первоначальному варианту Нафталина. В язычестве все иначе. Степень соответствия представлений язычника тому, что было в древние времена, в том древнем язычестве, не является неким критерием крутизны или некой истинности. Более того, язычество честно заявляет, возможно, мы ошибаемся, чего никогда не заявит ни одна монотеистическая религия. Напротив, все они будут иступленно утверждать, что они обладатели истины в последней инстанции и уж никак не могут ошибиться, ибо далее идет демагогия. Применительно к монорелигиям имеется в виду ошибаться в догматических вопросах, ведь признание ошибок прошлого не есть одно и то же, что в настоящем времени говорить, возможно, мы сейчас ошибаемся. У нас, язычников, современности, есть главный ключ. Язычество, являясь полифилософии, а не монофилософии, никогда не претендовало на истину в последней инстанции, а напротив, всегда подразумевало множественность и многообразие и богов, и, соответственно, путей и истин. За всеми шурой древних воззрений наши предки дали нам этот главный ключ множественность путей, которые можно выбирать для себя, совмещать их или же вообще идти в недорог, как внедорожник. Так зачем нам старый, древний, деревянный велосипед? От него не осталось даже рамы, только принцип движения. Корпус другой из металла и пластиков, колеса другие, крупные, шипованные и крепко держащие дорогу. Мотор новый, мощный, работающий на современном топливе. Рулевое управление модернизировано и подогнано до совершенства. Из древнего велосипеда получился хороший мотоцикл Харлей Дэвидсон. То язычество, которое было у предков, это для них было хорошо и правильно. А мы, современные язычники, живем здесь и сейчас и, соответственно, анти-догматичности языческой философии. Мы совершенствуем себя и свои средства передвижения язычества множественным числом. Наши предки были бы только за, если бы знали, что мы растем, совершенствуемся и созидаем новое, точно так же, как родители радуются тому, как растут их дети. Так что вопрос не в соответствии древнейшему варианту какого-либо изобретения деревянный велосипед, самокат, без цепевой передачи, на мускульной тяге, а вопрос в том, как все изобретенно использовать. Велосипед апгрейдится и превращается в роскошный Харлей Дэвидсон. Зачем ездить на стареньком велосипеде, если есть Харлей? Впрочем, если среди современных язычников находятся желающие передвигаться на древних деревянных самокатах, никто их не осуждает. Возможно, им именно так удобнее или же просто по приколу. Дело в том, что язычеств столько, сколько язычников. Это правильно и удобно каждому свое, а своему каждое. Но не чужое ведь. Так же, соответственно, возможностям индивидуального выбора всего в язычестве допустимо любое понимание божественной сферы. Собственно, в язычестве допустимо все, в том числе и любой абсурд. Ну, например, если кому-то это ну очень уж захочется, так что запрещать, что ли? Язычество, как и поэзия, ничего не запрещает, ведь действительно запретом попросту неоткуда следовать. Ибо каких-либо единых для всех догм нет, а понятия ереси попросту отсутствуют. Просто если это будет абсурд, то это уже не будет язычество, равно как неизящное стихосложение уже не будет поэзии. Вообще любая религия абсурдна, но язычество не религия, а философия, искусство, поэзия, музыка. А ведь что такое в частности философия? Наука? Доказывать? Антинаучная. Но если же все-таки условно считать язычество религией, то это будет действительно наименее абсурдная религия. Вот такая загогулина получается. Ладно, немного пошутили и хватит. Теперь серьезно, на самом деле все куда проще. самостоятельно мыслящему не нужны внешние ограничения в виде однозначно толковательных постулатов или чего угодно другого. Таковой свободный гражданин сам ограничивает себя в чем-либо, где видит в этом смысл. Таковой самостоятельно мыслящий выбирает собственные внутренние ограничения, какие он сам считает нужным соблюдать. Ну а если кому-то удобнее пространство собственного мозга отдавать в аренду святому пахарю со священным плугом, это его право. Только после обработки мозгов таковым священным плугом человек обычно начинает повторять чужие слова. На вспаханных чужим плугом мозгах вырастают чужие мысли. Любая монотеистическая религия пытается доказать человеку, что он в действительности не обладает свободой, что в итоге снимает с человека всякую ответственность за собственное бытие, ибо оно предопределено Богом. В то же самое время любая монорелигия утверждает, что мы несем ответственность за собственное деяние, что ставит ее утверждение в один ряд с психическим бредом, ибо она с непоколебимой уверенностью одновременно утверждает взаимоисключающие понятия. Собственно, там, где нет свободы мышления, не может быть ни логики, ни любви, ни головы, ни сердца. И если чьи-то мозги не умеют работать без некой любой священной книги, то их лучше не трогать вовсе, бесполезно. Если кто-то кому-то подарил мозги, то потерял все. Себя в первую очередь, свою личность, свою свободу, свою жизнь, наконец. Вообще можно заметить, что у тех, кто не умеет размышлять, например, без Библии, микросхема в голове, вполне серьезно, между прочим и говорят и действуют уже не сами эти люди, а микросхемы в их голове. Она, эта злосчастная микросхема полностью ими управляет. Биоробот в общем. Собственно, верно было бы сказано, свобода это преодоление того внешнего, которое все-таки подчиняет меня себе. Поэтому если некто однажды признал, что сам устанавливает ценности, он может желать теперь только одного свободы, как основания всех ценностей. Большинство людей, недостаточно самостоятельно умеющие думать, заблуждаются, что подобная свобода без жестких пальца указаний богов, что зя, а что нельзя, явится причиной некоего беспредела и самодурства. Для умных не явится, ибо свобода это прежде всего ответственность. Люди разумные это понимают. Овцы же напротив, действительно без пастухов просто пропадут. Ведь для глупых овец действительно подобная свобода явится причина очередной стадной дурости и беспорядка, которая принесет только вред всему этому пасущемуся социуму. Поэтому для обитателей тучных лугов наиболее эффективными являются именно кнут пастуха и собаки, служащие пастуху. Все это обязательно должно быть с таким непременным атрибутом, как страх наказания. но людям разумным, которые учатся на своих ошибках и людям мудрым, которые учатся на чужих ошибках, не нужны приказы и указания свыше. Их жизненный опыт и бытовой здравый смысл, выработанный в процессе размышления и самообучения, позволяют обходиться и без таковых внешних ограничений, будь то уголовный кодекс или священные заповеди. Предписанные для среднего стадного индивидуума правила и законы для разумного существа являются всего лишь рекомендациями и не более, которые чаще просто целесообразно исполнять. Если же эти рекомендации нарушаются разумным человеком, то не просто так, а именно по необходимости. Причем нарушаются они легко и свободно, без какого-либо внутреннего конфликта, с такой абстрактной категорией, как совесть. Ее прекрасно заменяют мозги, у кого они есть, ибо нарушение данных рекомендаций у разумного существа происходит всегда сознательно, он всегда готов ответить за последствия своих самостоятельных действий. Свобода это прежде всего ответственность, соответственно, или вы принимаете решение самостоятельно и несете за них полную ответственность, либо вы решаете себя части свободы и отдаете право на принятие решений другим, взамен получая увеличение степени своей безопасности. Думающий человек способен сам формулировать для себя правила и запреты, не думающий же, находясь в таковом полусознательном состоянии, идет по пути наименьшего сопротивления, не хочет использовать мозги и склонен без размышлений принимать к исполнению правила и запреты. У думающих же разумных существ есть обязательство перед самим собой прежде всего это поступать разумно, потому что это попросту целесообразно выгодно для успешного функционирования в реально наличествующей среде социуме. Ну а если кому-либо недостаточно ответственности перед собой, что ж, каждый вправе обвесить себя дополнительными цепями по собственному вкусу. Рассматриваемое выше касаемо не только приземленных бытовых самоограничений, неубения уградей, которые являются всего лишь целесообразными, а потому пригодными к исполнению, но и более глубоких необходимых самоограничений, устанавливаемых разумным человеком для самого себя. Например, человек может купить сафари, где он сможет в собственном охотничье удовольствие пострелять в антилоп, акцентируем до абсурда, в массовом количестве и прямо с летящего вертолета. Однако разумный человек, обладающий пантеистическим пониманием, природа и мира знает, насколько все взаимосвязано и переплетено в таком огромном живом организме, как планета Земля, и плюс к знанию чувствую, что существуют некие сложные и еще непознанные механизмы воздаяния. За нарушение созданное не им человеком, а живой планетой гармонии и действия следствия этих механизмов, как аукнется, так и откликнется, в наименьшей степени связаны с богами, потому как боги живут в несколько иной плоскости бытия, иринаф в основном, но явь, мир сей, все-таки не является их постоянным и непосредственным жилищем. Язычник знает, что природа и все окружающее нас, жизнь, очень тонкий и сложный механизм, который не терпит грубых вмешательств и нарушений законов существования. Она сначала прогибается и дает человеку возможность одуматься, а затем, когда сумма совершенных им насилий над ней превышает, какой-то предел она разгибается, как пружина и бьет нарушителя очень больно. Причем это возмездие может быть по значимости несоизмеримо больше. Во всяком случае, на взгляд того, кому это возмездие достается, чем совершенный проступок и может распространяться также и на родственников и потомков. Не сложно припомнить, что аналогичной ситуации возникает, когда вас больно укусит комар. Сила удара по собственной щеке, когда вы пытаетесь убить комара, совершенно несоизмеримо с объективно требуемыми усилиями для его уничтожения. Так и природа особо не отмеривает ответные оплеухи, а прикладывается в ответ, что называется, от души. Поэтому вмешиваться в дела природы следует аккуратно, следуя народной поговорке семь раз отмерь, один раз отрежь, прежде думая, а потом уже делая, а не наоборот. А конкретно для язычника здесь добавляется еще один иррационально сердцем чувствуемый аспект. Недостойно для разумного существа совершать то, что не совершили бы наши мудрые родители боги, то есть какое-либо действие язычник может оценивать не только логически, но и плюс к тому этически. Например, отстрелы антилопы в массовом количестве это крайне неизящно. Язычник, конечно, имеет право опуститься до разных непотребностей, никто его не неволит, однако, если он считает себя существом разумным и не потерял представление об изящном и неизящном, то и рацио, чувствуемые им законы жизни и вселенной, они же правят, так же, как и разум, не дадут язычнику чувствовать себя в гармонии со вселенной, ежели он их нарушит. Тем более, что нарушение прави чревата природа может возвратить нанесенный ей вред обратно таким образом, принесение вреда чаще всего является нецелесообразным. Каким же образом язычник чувствует эту пресловутую вездесущую и вездеприсутствующую правь? генетически, так как мы потомки богов, духовно-сердечно восприятие информации из внешних резервуаров вселенной, сознание язычника нераздельно разуму и сердце, они настолько же гармонично взаимодополняют друг друга, как и все двуначальное во вселенной, и поскольку вселенная во всем похоже проецируется на все иные уровни, то так же трудно до конца однозначно утверждать, что откуда исходит. Язычник просто пользуется обеими резервуарами мудрости и разуму, и душой, сердцем, конечно же отдавая предпочтение разуму, ведь именно разум отличает человека от животного, и именно разум реализует богоподобие человека в динамике творчества. В язычестве действие справедливого закона, как аукнется, так и откликнется, переносится в мир сей. В монтеистических концепциях напротив действие справедливого закона о воздаянии, как правило, переносится в мир иной. Верующим выдается чек с оплатой посмертно, терпи и мучайся, а потом как-нибудь там заплатят. Такое утверждение монтеистических концепций противоречит божественной справедливости, атеисты, ибо атеисты. И действительно в наше время гораздо безопаснее быть просто безбожникам- атеистам, чем многобожникам- язычникам. Так называемые добро и зло категории ноогенные, то есть порождаемые разумом и вне разума несуществующие. В природе добра и зла нет. Природа имморально, внеморально, так называемые добро и зло понятия антропоморфные, вне человека, несуществующие, и потому даже для человека они не однозначно черно-белые, а постоянно переплетающиеся и таким образом неразрывно слитые во взаиму причину друг друга. Собственно, дуализм добра и зла ни в коем случае не следует считать основополагающим, и это несамостоятельные философские категории. Они не имеют самоценности, представляясь таковыми зло или добро только в глазах конкретного оценщика. Также философский дуализм добра и зла нецелесообразно и подчеркивать, ибо это мешает беспристрастному наблюдению и размышлению. Есть что-то ограниченное и человеческое, слишком человеческое, в наделении добром и злом многих вещей и понятий, не явно относящихся, либо вообще не относящихся к человеческим действиям. Упрощая вопрос об изначальном, можно сказать, что язычество не признает неких отдельных бога и сатану условно, предполагая, как наиболее соответствующие действительности условно бога-сатану, который не враждует сам собой, а просто иногда предстает в качестве некой самнамбулы или доктора Джекила и мистера Хайда. Если же уточнить, с языческой точки зрения нет неких отдельных бога и сатаны условно, а был изначально условно бога-сатана два в одном флаконе, который прекратил свое существование как единоцельное, растворившись, размножившись множеством своих ликов и постасей богов, созданной им вселенной. То есть бог умер, а что же теперь? Истина в том, что есть боги, но нет никакого бога, в точности иллюстрирует именно языческое представление о мире Фридрих Ницше. Почему, как считают язычники, именно язычество, право в понимании вопроса о законе воздаяния, карма равно причинно-следственная связь? Потому что это видно здесь, наяву, это можно наблюдать. Каждый в мире семь злодеей и злое часто получает воздаяние именно здесь, а не там, а это находится в сфере действия именно языческих богов, кои правят миром сим. Это правь, божественный закон справедливости, распространяющийся в том числе на мир сей, который стоя ругаем и поносим монотеистами. А на мир иной это догматически четко определено в любом монотеизме. Мир сей зло, миром сим правит сатана. Из таких философских разночтений по поводу там и здесь атеист делает вывод о несуществовании бога-богов. Монотеист делает вывод об узурпации мира сего сатаной, что как минимум не совсем логично, если так называемый сатана оказывается часто справедлив. Язычник делает вывод о доказанности бытия именно множество богов, а не его единственности. Или же вывод об узурпации неба настоящим дьяволом, притворяющимся светлым божеством. Любой из этих выводов в принципе равноценен, совершенен и логичен. Позиции каждых ясны и философски обоснованно закреплены с каждой из сторон. Вопрос стоит только в выборе свобода, которого нам всем дана, а выбор напрямую зависит от личного вкуса, ибо именно вкус определяет наше мнение и следующее за этим доказательство. Собственно, представление об изящном и неизящном у каждого свои, равно как и банальное нравится-не нравится, следовательно, каждый по-своему прав, а по-моему нет. Язычество не утверждает и не настаивает на небожественности или неправильности других конфессий, великих учителей и так далее. Напротив, как раз-то признается, что есть другие боги, других народов, групп, личностей, ведь их великое множество. Язычество признает это, добавляя ваша вера божественная и правильная для вас, наша для нас. С философской точки зрения разница в направлении в векторе это формулируется предельно четко, ибо здесь как раз нет смысла усложнять понятия и путаться в многоэтажной терминологии. Как правило, усложнять нецелесообразно и неизящно. Так вот, на самом деле существует всего два типа философии. Философия действия и философия бездействия. Философия действия имеет ясные очертания цели, средства. Она легко угадывается по одной лишь атлетической самостоятельной интонации. Она имеет хороший ритм дыхания, это идеология жизнелюбия и оптимизма, это солнце, это язычество. Философия бездействия имеет неясные туманные очертания. Целью имеет пустое, болезненное созерцание, усыпанное немощными, бесхребетными, словесами. Путается в средствах, всегда хандрит и стонет, копошится в грязи суетных сомнений и взывает горним сферам в слезливой самоуничтожительной молитве. От нее всегда веет аптечным болезненным запахом, даже если она претендует на особую роль и мнить себя классической. Это философия неудачников и растяг убогих душой, телом и страстями. Философия бездействия никогда не призывает к силе, красоте, наслаждению, богатству, успеху. Она ласково пригласит к утонченному страданию, развитию всевозможных комплексов неполноценности, фенитному трагизму, ожиданию помощи со стороны. Ее родство, ее любимая забава, это идеология, пессимизм, эта луна светит, но не греет, да и то отраженным светом. Это все монотеизмы. Это надо понять и прочувствовать, именно в этих двух абзацах содержится вся соль вопроса, касаемая сравнением моно- и полифилософии. Эволюционные ступени можно проиллюстрировать такой пирамидой. Бытие, неожиданная природа, плюс жизнь, растения, плюс чувства, животные, плюс разум, разумные существа. Наглядно видно, что, например, опора на чувства это более низкий уровень организации по сравнению с разумными существами. Соответственно, в тот момент, когда кто-то начинает слушать веление сердца, опираться на свою инстинктивную природу и отдаваться на волю чувств, в этот момент таковой индивидуум, в общем-то, не является разумным существом, а скорее является животным. И уж тем более, постоянное стремление к чувственному удовольствию как цели является атовизмом для разумного существа. Про такого индивидуума можно сказать, что это животное по недоразумению воплощения вне соответствующем его внутренней сути теле. И так отсюда наглядно видно, что разумное существо приоритетным критерием признает именно разум, ведь именно разум и отличает человека от животного. остальные составляющие, не отрицающие язычникам, они просто располагаются по соответствующим приоритетам. Все хорошо в меру. Гармония, а не вражда между собой, это и есть язычество. Здесь опять же, нельзя обойти внимание самую важную вещь, любая мотивация иррациональна. Если не дошло, просто запомните эту фразу и на досуге подумайте. Так вот, смысла нет ни в чем. ни в нижних ступенях пирамиды, ни в верхних. По сути просто, всего лишь есть мнение разумного существа, что чем из более высшей ступени пирамиды исходит мотивация, тем достойнее изящно. Это для разумного существа. Чем ниже ступень, из которой исходит мотивация, тем это менее достойно, не изящно. Все. Но поскольку смысла нет в самом своем принципе, даже в познании и творчестве, а зачем, но нравится мне и вот тут. Все. Все едино. Короче говоря, исходя из принципа, указанной выше схемы, вопрос в чем смысл чего-либо не имеет смысла. И нет разницы, что делать, почему делать, зачем делать, или вообще ничего не делать. Это можно сказать о любом поступке, об условленном определенной мотивации. Например, какие-либо конкретные чувства, а зачем, как, зачем, меня от этого колбасит, но нравится мне и все тут, примерно так. Именно вкус определяет все, и каждый выбирает все самостоятельно, в соответствии с собственными приоритетами. А вы думаете легко нести ахинею? Есть языческое мнение, не говорящее о неких абсолютах, а утверждающее такие понятия, как равновесие, гармония, например, славянская дарна, философско-практическая система при язычестве, некий приблизительный аналог индийской йоги, в чем-то даже проапгрейденный. В язычестве нет некой законченной и незыблемой истины, и нет некого глобального смысла по типу участия света и тьмы, или же победы добра над злом и прочих антропоцентристских фантазий. Суждение добра и зла есть болезнь разума. Пока эти болезни не покинули разум, что бы вы ни делали, не является добром. В язычестве никто, кроме мономыслящих, фанатиков, языков, страдающих болезнью добра и зла, занесенный ими контрабандой из хтеанства, и не говорит о победе некоего добра над неким злом. Это разве что применительно на самых нижних бытовых ступенях, а говорится о гармонии, то есть язычество предполагает множество смыслов, выраженных в частности в архетипах множества богов, пути богов. Кого-то колбасит от познания и творчества Велес, кого-то от сексуальной стороны жизни Ярила, кого-то от боевых искусств спорта Перун, кого-то от так называемых высоких чувств Влада и так далее, соответственно специализациям богов. Собственно допускается, что пусть каждый берет отовсюду и откуда только сможет то, что лично ему нужно и в каких именно пропорциях необходимых конкретно ему для его личностного понимания гармонии. Важно также и то, что пути богов можно совмещать по собственному разумению. Язычество это не узкая дорожка некоего спасения подчас непонятно от чего, шаг влево, шаг вправо, с которой приводит к погибели души и прочее, прочее. Язычество это твердая горизонтальная плоскость с неограниченной ни пространством, ни временем выбор. Можно переосмыслить жизнь или попросту передумать, ведь все меняется и выбрать иной путь и иных богов. Не стоит считать, что всю жизнь язычник идет по горизонтальной не степь да степь кругом. Просто все познается в сравнении. В сравнении язычество такое-то в сравнении с чем-либо другим язычество другое. Горизонтальная плоскость это метафора и не стоит понимать ее так буквально. Здесь важный контекст. Упор делается на сравнении узкой дорожки и широким например полем. Если с узкой дорожки можно оступиться и упасть в пропасть, то на широком поле горизонтальная плоскость можно ходить не опасаясь этого. А некоторые например идут не по пути не по плоскости а вообще вне дорог. Наш мир трехмерный. Можно рассмотреть вопросы так. Языческая философия поэтически дополняет картину вселенной силой действующей в ней. Она согласуется с физикой. Под богом ею понимается вечный изначальный хаос плюс рожденный им вся вселенная плюс все силы боги. Соответственно тому, что изначальный бог под пирамидой изначальный хаос то применительно приведенной схеме плюс разум разумные существа плюс чувства животные плюс жизнь растения бытие неживая неживая природа по ступеням пирамиды вверх от бога к себе к себе новому себе богу по ступеням пирамиды вниз от себя к богу папочка возьми меня на ручки монотеистический инфантилизм собственно по наглядной аналогии ребенок идет от родителей к себе родителю противонаправленный же путь от себя взрослого к себе ребенку это сознательное отрешение от собственного разума и перекладывание ответственности на папочку бога что не есть хорошо ибо является по сути инфантилизмом чем и являются все монорелигии пример исхтианство иешуа назарейский будьте как дети взгляните на птиц небесных они не сеют не жмут не собирают житницы и отец наш небесный питает их вы не гораздо ли лучше их посмотрите на полевые лилии как они растут не трудятся не придут что же касаемо интересующего многих вопроса в чем смысл жизни это прежде всего следует заметить что смысл есть категория но агенная порождаемая разумом и не существующая вне разума языческая философия считает что смысл жизни в жизни но не вне ее же и каждое разумное существо обладающее возможностью выбора наполняет жизнь своим уникальным смыслом так как хочет пусть ли другого в этом нет смысла все равно в самом принципе смысла нет ни в чем по определению помимо разума и души сердца язычник также живет в гармонии со своим телом и здесь различия с монтеистическими концепциями видны наиболее ярко сравнивая языческое мировоззрение и монтеистическое не только сильному духу человека хочется пить дифирамбы но и его телу таков общий здоровый тонус античности язычества греческие философы софисты за ужином вчетвером съедали быка а при изучении античной любовной лирики от одних только количественных показателей кровь стынет в жилах древний римский горожанин трижды в день принимал водные процедуры умощая тело благовониями палестра где каждый мог укреплять тело физическими упражнениями считалось общеобязательным государственным учреждением равно как бани можно взглянуть на античные изваяние силы жизни без труда читается в каждой линии а теперь надо посмотреть на ренессансную живопись не говоря уже о мрачном средневековье отвратительные рахитичные женщины с маленькой грудью некрасивым животиком складками жира и дряблой полупрозрачной кожей мужчины с узкими плечами и неразвитой мускулатурой конечно напыщенный искусствовед начнет рассуждать о специфике художественного вкуса о моде эпохи но все это не более чем профессиональное развешивание лапши ни одному художнику не пришло в голову изображать на своих полотнах могучих атлетов или моделей с эксапильными формами тела только потому что их тогда просто не было можно сходить в музее и посмотреть на средневековые рыцарские доспехи мужчин на платье женщин все это почти детских размеров это раз и навсегда сможет убедить в том что средневековый человек выглядел куда менее красиво чем античный из-за мировоззрения самооскопления и умерщвление плоти Европа более 15 веков попросту не мылась первое христианское мероприятие после изгнания мавров из кордовы состояло в том чтобы закрыть общественные бани православному скитнику не полагалось мыться баня не полезно так как она расслабляет душу и тело только грудь изредка можно отереть полотенцем можно вспомнить быт и нравы античности и сравнить их с куртуазным 18 веком александр данилович меньшиков ходил в баню раз в два месяца и потому считался одним из самых чистоплотных людей при дворе а дворянка наташа ростова из войны и мир льва толстого готовясь к балу помылась под большое или малое декольте также из летописи повествующий о хождении в россию андрея первозванного можно узнать что наши древние предки в первом веке нашей эры ходили в баню каждый день отчего и отказались слушать немытого сподвижника иисуса проведшего в пути безо всяких удобств многие месяцы и это вполне понятно у людей разного уровня чистоплотности и мораль должна быть разное ни в какие иные времена как в средневековье в европу не косили под корень чума холеры и другие ужасающие эпидемии и не трудно понять почему многочасовое регулярное воздействие на психику почти ежедневное обязательное посещение церкви сексуальная неполноценность жизни связи с поощрением церкви воздержание и оплевыванием здоровых природных инстинктов физическая немощь связи с официальной установкой церкви дух превыше тела и запретом на проведение спортивных соревнований и олимпиад с 394 года как языческую мерзость неполноценное питание в связи с длительными постами и наконец отсутствие элементарной гигиены естественным образом приводили к частым болезням и ранней смертности кстати именно этим фактором в том числе и объясняется падение показателя среднего роста человека во времена мрачного средневековья ведь известно что средний рост мужчин тогда не превышал 155 сантиметров а женщин 150 ненависть моно богов к жизни красной нитью проходит и сквозь тексты и священных книг и сквозь всю историю человечества вспоминаем библейское по плодам и узнаете их ибо не может дерево доброе приносить плоды худые как сказал ешуа назарейский и так дорогие друзья на этом все это первая часть лекции о том что же такое язычество вторую часть я выпущу только тогда когда данное видео наберет 300 лайков всем спасибо всем мира добра любви процветания до новых встреч